Добрый вечер! Сегодня мы будем обсуждать с вами глава Шмот. Это первая глава в книге Шмот. Книга Шмот начинается с прикрашения все первое поколение создателей народа Израиля. То есть книги Берешит начинаются с отворения мира и до рождения 12 колен Израиля и спуск в Египет. Вот это заканчивается. В книге Шмот начинается история и ситуация с Египетом, но после эры все отцы создателей народа, сыновья Якова, после их смерти. И заканчивается после дарования Тору и так далее. Когда уже был построен переносной храм Мишкан, во икра уже начинается служба внутри храма. Когда мы начинаем в нашей главе, один из самых ярких выражений Тору идет следующее. Встал новый король, который не знал Йосеф. В чем проблема? Почему у нас есть проблема с этого королем? Потому что не могло быть человека, который не знал Йосефа в Египте. Ну и что? Ну знал, не знал. Какая разница? Забыл уже. Ну забыл, не забыл. Ну какая разница? Нет, новый царь, новый царь, он уже посмотрел, что начал плодиться и размножаться еврейский народ. То есть, ну и что? То есть, проблем наши, если я буду конкретно направить, то есть, наши проблемы, что с ним случилось? Что такое? Что случилось такого, которое тебя толкнуло? Иосефа начинает прям такое очень агрессивное введение против народа, родственники Йосефа? А в чем проблема? Йосеф делал огромное, огромное спасение для Египта. Огромное. Что это за спасение? Он их спасал от голода. И кроме того, конкретно фараон, он делал огромное преимущество на своего народа. Почему? Он выкупил их, как рабы для него. И вся земля Египет теперь принадлежит королям. Принадлежит фараон. И вот у нас появляется фараон, который начинает прям гнобить родственники Йосефа. Что с ним происходит? Объясняет Тору, новый корол появился. Новый корол. И как это оправдывает? И как это оправдывает? То есть это получается, что если, я не знаю, допустим, берем сегодня государство Израиль спустя, там 70 лет, 90 лет, с ее создания и приобретения земли, первой земли под еврейское Сухнут, которое тогда покупало очень много земли, будет писать очень серьезный, жесткий какой-то клавита против Рочарда. Ну, это человек, который создал Ришон Лацион, Петахтыква, Зихон Яков, Кейсария. Так зачем писать против него? Какая разница, что прошло 100 лет? А тут мы говорим о совершенно другой поступок. Спасение весь народ. Для фараонов полное, тотальное царство. Тотальное царство. Выкуп все людей, как не граждане уже, а принадлежности. Все земли, которые только были доступны, с исключением Куаним. Служители, культовые служители, которые были египтянами, говорили. А чего нападают, так надо вот и знать. Зовесть. Ну, не оправдание. То есть, здесь начинается реально вот этот конфликт. Объясняет Тору, вот, объясняет Тору, как? Ваёко Мелеходош. Вот, появился новый королон. И здесь мы встречаем двух мнений, которые Раша цитирует. Которые принадлежат два очень известных мудрецов Талмуда. Рав и Шмуэль. Который, один из них, говорит, что, ну, по-настоящему новый корол. Новый корол, он, есть такая комментария по новый корол. Такой, один из комментирующих Раши, объясняет, что под текстом новый корол, это не его сын, не его родственник. Это вообще не из его семейства. Потому что, если это его сын, это преемник, это не новый корол. Это продолжение власти. Другая династия. Другая династия. Новый корол, который во время происходящего с Йосефом был вообще не при власть, не при возрасте, не признал это. Для него это была совершенно, ну, новая история, как будто бы из другой страны приехал. И для него не было никакого сентимента, как Йосефом. Второе мнение, один из мудрецов говорит, нет, нет, это был той же человек. Или его внук, неважно, или его сын. Ну, той династии. Он был просто плохой человек. Он делал себе вид, что он не замечает. Делает вид, что не замечает. Ребе объясняет, почему каждого из мудрецов говорит по-другому. И как это отражается в комментариях. Рав, это тот мудрец, который говорил, что это новый король. Он был специалист. Вообще был, все знаю, Шевтуру. Но среди, между него и Шмол, они были в одно и того же поколении. Это поколение сразу после Мишну. Рав учился еще при Ребе, который писал Мишну. Он еще чуть-чуть старше, но он был в той же поколении. Его соперник был Шмол. Они были в разных ящивах в Вавилон. Каждый возглавил другая ящива. Нагарда и Пумпедай. Это очень известных двух городов в Вавилон. Рав был специалист. То, что называется в Тальмуд Исура. В запрете втором между человеком и Всевышнего. Это было его, допустим, Кашрут. Допустим, Суботу. Вот это называется Исура. Поэтому он хотел показать, что проблем была у фараона больше между него и Богом. Между фараоном и Богом. Почему? Ну, тут есть двойной проблем у фараона. Первый, ты, как ты можешь отрицать того, что делали тебе добро людей? Человек делает тебе того. А второй, как ты перед Богом это делаешь? Ну, это же не человечность. Как ты такой поступок перед Всевышним? У Рав, всегда, который вот его жизнью была между человеком и Богом, это было его прям такой, того, что он занимался всегда в учении Тора больше всего, да? Он хотел подчеркнуть, что, в конце концов, среди людей фараон был признанный правитель не просто египтян, а Яков? Яков поклонился перед фараоном, благословил его. Иосиф был подчинен королю. Его сыновья, его, его сыновья, его братья пришли перед королом, признали королом. То есть, как правитель, как император, между него и людьми может любой каприз. Он же как? Он же кого? Да, ты делал что-то хорошо, но я власть. Я решил, что твое добро теперь не действующее, не действующее. И поэтому, со всеми уважением или нет уважения, я решаю, что делаю. Но перед Всевышним, как он будет оправдывать перед Всевышним? Поэтому говорит, Рав, это новый королю. Между него, извините, говорит Шмуэль, говорит Рав, это новый королю. Обрат на Шмуэль. Шмуэль говорит, это тоже что-человек. Тоже что-человек. А? Он его проблем с людьми. Он его проблем с людьми. Он, как он оправдывает? После этого, мы видим, что фараон, что делает, какое действие у него есть. Говорит, давайте мудро поступим, и притягивает их к работам. Первый шаг, порабощать. Второй шаг. Какой второй шаг был? Удалять жен от мужчин. Где это? Ну, такое же было, забрали мужчин на работу. Нет, мужчины делали работу, женщины делали работу. Второй шаг, который фараон делал. Против населения. Против еврейского населения. Он позвал Паветуха. Да, Паветуха. И говорил им, что делать? Убит. А потом, третий шаг, сам делал это. Он был хитрец. Он не хотел быть наказан. Всевышним он не хотел быть наказан. Он не хотел наказан Всевышним. Быть наказан Всевышнему. Поэтому, что он делал? Он вначале говорил, давай порабощаем народ. Поскольку, что мы будем порабощать народ, он сам по себе стухнет, стухнет. Он начнет гниться. Он будет постоянно под давлением, тяжелая работа. Семья не до семья, не до рождения детей. И они будут уменьшаться, уменьшаться, ослабиться, ослабиться, ослабиться. И так мы закончим этого вопроса. Что случилось фактично? Ничего не помогло. Они дальше продолжали разумножаться. Была добавка к населению. Они дальше начали жить. Продолжали жизни. Все нормально. Ну, он понимал, что это так не получается. Так он решил, давай, не я убью. А еврей сами себе позвал этих женщин, которые мы будем о них сейчас говорить. И говорим, давай, вы убьете. Вы убьете. Когда это не получилось, он начал думать, ну, а теперь что делать? То есть, я же боюсь быть наказан. Что мы будем делать? Поэтому он говорил, давай затопим детей в Нил. Почему? Их Бог наказывает, не накажет нас водой. Почему он обещал не везти потоп? Поэтому, если мы затопим детей водой, он должен наказывать нас как-то связанно с водой. А он не может. И об этом говорят мудрецов. Он не понимал, что принести потоп на весь мир он не будет. Но частично будет. И еще он не понимал, что везти потоп он не будет. А привести вас к водой. Как это было на открытое Красное море. Вот это другое дело. Вот того, что он делал вам. Так вы делали, как вы делали его сыновья. Следующий, мы читаем о том, как муша рождается. Правильно, я не помню, кто сказал. По-моему, Амирам. Когда разлучили мужчину и женщину. То есть, что было? Когда фараон заявил о том, что все мальчики мы должны убивать. Амирам, сын Леви, который тогда считался самым большой лидером еврейского поколения в Египет. Услышал этого и делал развод с женой. Зачем? Не рождать дальше. Я не потерплю это. Когда увидели других мужчин из среды еврейского населения. Что их пребе развелся. Он говорил. Вот слушай. Пришла к нему Мирьям. Кстати, сколько лет было Мирьям? Пять лет. Совсем маленькая девчонка. И говорила отца. Ты хуже, чем фараон. Фараон говорил, что мужчины убьются. А мальчики, да? А девочки? И кроме того, ты праведник. Того, что ты решил, что все вечное должен делать. Как написано. Что все вечное слушаются праведники. А он грешный, что что-то получится у него. Что-то не получится у него. Поэтому, зачем ты так продолжаешь делать? Он услышал этого. И вернул обратно жену. Не просто вернул. А делал, как будто бы он заново с ней женился. Ей было 130 лет. Она была уже не молодая. И тем не менее, она рожала после этого Муше. На какой месяц? Шесть месяцев. И одного дня родился Муше. Поэтому осталось там три месяца, пока египтяне начнут следить за ее беременностью. Она спрятала Муше. Спустя три месяца надо что-то делать. И что она делает? Что она делает? Она готовит ему какая-то красненька. И ложат его где? На берегу. Камышах на берегу. Где это написано? В той написано. Давай, читаем. У нас, кстати, большая дилемма по этому. Угу. Где это написано? Вот, там пятый послуг на берегу этой страницы. Угу. Пятый послуг. Нет, не пятый. Пожала у него владельца и поставила в Камышах у него не водила. Камышах в берега Нил. Да, в Камышах типа... Кадышах убери ванила дом. Да. Третий послуг. Третий послуг. Третий послуг. Ну, вообще-то, Амирам, ты читал Раши? Что Раши пишет? Ну, два мнения. А что он говорит? У нас, ну, у нас точно вопрос... Ну, что Раши говорит? Помните? Где поставил Камыш? Где в Камыш? На берегу. На берегу, вот. Рэпы комментируют этот стиль в своей беседине. Потом мы разберемся потихоньку. Ты сразу крепко побежал. Мы спросим, что написано в Раши. Раши говорит, Раши говорит, что она положила его... Есть такое выражение. Баагам. Аль-Сфатайо. В Агам. На берегу Нил. Агам. Что такое Агам? И он объясняет, что это залив. То есть, получается, что Нил огромный. Река, да, огромная. От него выходят какие-то заливы, да, и они затапливают песок, земля, что там есть побольше в Египет. И это, как получается, как болото. Когда есть подъем воды, оно полноценный разлив. Когда нету много воды, это выглядит больше, как болото. И она положила его вот там. Среди вот этих веток. Камышей. Камышей. То есть, мама, мужа, где она его положила. Там написано так. Баагам. Аль-Сфатайо. Во Агам. Что такое Агам? Говорит Раши, что такое Агам? В этом разлив воды, где бывает и болото, или иногда побольше воды. И там она положила. Да. А потом, что написано про дочь Паро. Дочь Фараон. Где она нашла Моше. В Ниле. Это наш купатель. В Ниле. В Ниле. Да. То есть, она пошла, как говорит Саша, пошла купаться. Да. Когда она пошла купаться, она, конечно, не в болото. А в Нил. И там она нашла Моисей. Так получается, где он оказался. Он оказался сначала в болото, а потом оказался в Нил. Что там происходит? На пляже. А? Выплыла корзинка. Выплыл прилив. Воды унесли, получается. У нас большой вопрос. Почему? Почему Юхэвет не положила в Нил? Потому что это идолополон. У нее тонуло. Готовила для этого? Объект поклонения. А? Объект поклонения. В Ниле был там идолополонцем. Какая дилемма у тебя была? Расскажи. Ты говорил, что у нас большая дилемма. Какая дилемма? У нас была дилемма по поводу того, как корзинка оказалась в Ниле. Сейчас мы будем это обсуждать. То есть у нас получается, что Моше положили, его мама положила в это болото, в это разлив. И он как-то оказался в Ниле, и там его уловила дочь Паро, Фарон. И почему так Юхэвет поступал? Ну как он оказался там? Правильно говорили? Ну, поднялся уровень воды. Уплило вот этого корзина. И оказалось, что это в Ниле. Бывает, 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 вода. Она идет постоянно. У нас была не просто корзина, там нищая. Ну да, конечно, конечно. Не, мы говорим, это было реально очень-очень хорошее сооружение. Она готовила хорошо это. Так получается, а? Ну да. Не асфальт, это был, я не знаю, почему написано асфальт. Это смола такая. Это смола такая. Да, не асфальт, наш асфальт. Короче. Написано. Говорил об этом месту очень известный раввин прошлого поколения, Рогачёв. И он говорил, что нельзя было спасаться через Нил. Почему? Нил это было идолопоклонничество. Нельзя пользоваться идолопоклонничеством ради спасения. Разлив это не идолопоклонничество. Поэтому, вот, она не положила там. А что случилось потом? Случилось потом, что дочь фараон пошла купаться в Нил. И что это означает, что она пошла купаться в Нил? Что Рожа объясняет? Что она отказалась от идолопоклонничества. И пошла очищаться. То есть, есть такое, мы это видели, мы говорили об этом в прошлый год еще. Про причину обрезания перед выходом из Египта. То есть, отменять идолопоклонничество. Если кто-то помнит, будем повторять это следующее через несколько недель. То есть, как отменяют идолопоклонничество. Это же натуральный Нил. Что надо делать? Просто пользоваться им не по идолопоклонничеству. И тогда она отменила это. Это должна быть именно такая, такой человек, который пользовался как идолопоклонничество. Когда дочь фараон, которая сама боготворила Нил, пошла и отмывала себе от идолопоклонничества, она отменила в этом случае ее назначение. И поэтому Всевышнему как будто бы разрешил корзину Моше уплить в сторону Нил. То есть, мама Моше не могла это положить. А после того, что она отменила идолопоклонничество, Моше мог уплить в эту сторону. Все, и Всевышнему это делал. Хорошо. Есть еще один. Связанность с Моше и его корзина, что отменилось еще, кроме идолопоклонничества, в этот день. Что еще отменил проявлением Моше в Нил? Кто-то помнит. А вы намекните. На наказание, наверное, мальчикам наказание. О, правильно. То есть, когда появился Моше, родился Моше, говорили мудрецов фараон, которые были тоже какие-то виды, волшебники фараон, что они видят звезды, что появился спасатель еврейского народа. Но они не знали, египтянин он, или еврей он. Они не знали, не смогли сказать. Поэтому фараон говорил, что надо затопить все мальчики, которые рождаются с тех пор и дальше. И когда Моше оказался в воды, сказали ему этих волшебники, что все, они видят, что он уже исчез. Уже исчез. То, что они не знали, что наказание Моисея водой связано не сейчас вообще, а связано в пустино, когда он был наказан не входить в Израиль, когда мы все помнят эту историю, поэтому не повторим. То есть получается, что благодаря появлению корзина с Моше в Нил, отменялся двух вещей. Идолопоклонничество Нил и убийство много мальчиков. Как-то на духовного уровня, наверное, это связано. Как это связано? Надо повторить тому, что мы говорили уже в прошлых неделях. Нил для египтян не зря было идея поклонничества. В чем разница между Израиль, где находится территория Израиль, и Египет? Египет – это практически пустына. Там дождевые воды практически не бывают. Осадки очень маленькие. Вся без печенья Египет и укормление себе благодаря воде от Нил. Вот это единственная причина, которой у них есть пресная вода, которой можно покушать и попить. Поэтому египтяные боготворили Нил. В отличие от них, живущими территорией Израиль, если нет дождевые воды, это невозможно, это называется засуха, это большая катастрофа. То есть, если один, два, три года в Израиль нет дождей, нет осадки достаточно, это проблема. Потому что воды, которые идут посередине Израиля, начиная с Ярден и Баняс, заканчиваются в Мертвое море, никак не обеспечивают нужда Израиля водой. Никак. Только благодаря воды и сбору воды в колодец всяких разных, это единственное, которое обеспечивает живущие на территории Израиль водой. И об этом говорит Тору, благодаря появлению дождей будешь пить воды. Поэтому, куда надо смотреть, когда тебе нужно пить? Вверх. Вот это и разница. То есть, живущие, воспитанные, живущие в территории Израиля, должны смотреть в небесах, для того, чтобы получить воды. А египтянам должны куда смотреть? Вниз, в ниль. Они боготворили не Богом. Они не видели нужда обратиться к Богу. Кому они должны были обратиться? К натуральной воды, которая ходит среди них. И это связано с того, что пытались затопить еврейских мальчиков в ниль. Пока Яков был живой, и его воспитанники, то есть, все, которые пришли в Египт от него, они помнили и знали, что надо смотреть в небеса к любой просьбе. Исчезло этого поколения, оставшиеся даже тех, которые остались с приходом в Египт, но они были очень маленькие, как в целях Доча Шерри, еще 2-3 человека, но они были совсем маленькие. То у них было, ну, они ничего не знали. И они начали утонуться внутри культура Египта. Какая культура? Что все зависит от чего? В ниль. Вот ниль, он Бог. Вот где можно зарабатывать? В ниль. Где можно пить? В ниль. Где можно кушать? В ниль. Не надо к Богу обратиться. И египтяне это поняли в духовном смысле. И решили, давай берем их и будем затапливать их. Внутри этого смысла. Берем их дети, берем их следующее поколение и затопим их в этих мыслях. Для этого нужно кого? Моше. Почему Моше? Мы видим это где? Мы видим это, когда Моше встречается с дочери Итро. И вот есть. И женился к цепору, дочь Итро. И чем он занимается? Пастух. Почему он пастух? И как то равно это говорить? Давай посмотрим. А чем там можно было еще заниматься? Ну торговый. Думаешь, что торговый началась в Украине? Нет. Он мог продавать льон, морковь, арбузы. Он пришел к Итро. А? Он пришел к Итро. Ну. Он не сразу, он через 30 лет пришел там. Ну и? Да. И он со своим, так говорится, уставом в чужой монастырь не ходил. Они пастли. Они были... Откуда вам знать? Может быть они занимались другого, а он решил заниматься пастухом. Ну и что, в пустыне ничего продавать? Вода пусть продает. Бутылками. Да. Моршинская будет продавать. Почему нет? Да ну, ну. Это же смешно говорить так. Ты думаешь, что только мы придумывали все? Нет. Нет. У них все было. Они пастухами вроде как. Кто тебе такое сказал? Тебя решило, что он был пастух. Почему? А он был вообще, вообще, вообще священник. Как он и пастух. Причем он пастух. Не нравится этого комментария, да? Нет. Ты хочешь, что Итро просто, когда он был помощник фараон, придет к фараону с его стада, будет развязать их где-то на какой-то башне там, пойдешь советоваться фараон, вернешь их к стаду. Ребята, идем к Медян обратно, да? Он от фараона ушел 30 лет назад. Какая разница? У него было чем-то, чем заниматься в жизни. Почему ты решил, что он должен быть пастух? Много-много лет назад. Он кушает. Да. Иногда не понимаю логика. Иногда не понимаю логика. Ты решил, что он должен быть пастух. Знаешь, что должен быть пастух. Почему? Не знаю? В репертуаре написано, что он пастух. Мы говорим сейчас, что Тору говорила, как она говорит это. Давай посмотрим. 91 страница. Да. И? Третья глава. Третья глава. А Моше пастух, тесе твоего тропа, правителями Диана. О. То есть, недостаточно нам сказать, и Моше стал пастух. Не, недостаточно. Причем тут и троп, и вот это. Он стал пастух, вот стал пастух. Зачем всех этих деталей? Зачем нужны детали? Значит, ты хочешь что-то сказать нам? О. Говорит нам, Ребе, что это сознательно. То есть, какой цель у Моше? Как вообще написано в Медроши, как Всевышний понял, что Моше пригодится им? Когда овечка сбежала, и он прямо заботился о ней, и вернул ее обратно в стадо. То есть, он видел заботу о животных. То есть, поэтому, например, в Зоа, как характеризует, в Зоа, книга Зоа, как характеризует Моше верный пастух. То есть, что должен делать Моше? Был пастух такой-то. А у кого он был пастух? Он был пастух у Итро. А не просто Итро. Итро, который был священник идолопоклонничества. То есть, Тору не говорит просто «тест Моше и Тро», а «тест Моше и Тро», который был священник. Когда он был священник? Идолопоклонничество. Уже нет. Так зачем писать, что он был священник? Причем тут оно здесь? Говорит нам Тору. «Правитель Медиан». То есть, письменно написано прямо в смысле «правитель Медиан». Это написано еще. Ну, это написано в… Не забывайте никогда, что у вас есть перевод. Перевод – это комментарий. А на святом языке «Коэн Медиан» можно говорить, что это идиот, а правитель. Как мы знаем, что Коэн бывает правитель. И Коэн, в том числе, это священник. Так он был в одном лице и правитель. Ну, уже не был священник несколько лет. Но, тем не менее, характеризует его как священник. Почему? Вот говорит Гребе, вот это то же самое, что произошло в Ниле. За Моше есть двух миссий. Аннулировать идолопоклонничество и спасать еврейское поколение из нее. То есть, быть пастух для народу и аннулировать идолопоклонничество, как это случилось в Ниле. Это была подготовка к его миссии. Что это означает? Моше, какая миссия у Моше? Взять вера и разложить ее внутри человека. Что она не будет поверхностная. Что она будет вникать в человек. И второй, вытащить поколение из куда? Из Нил. Что символирует в Ниле, мы говорили? Не нужда во Всевышнем. Или давай комментируем это по современной случае. Есть два варианта. Бит уверен, что моя работа, привычка в жизни, материальные состояния. Вот это моя, мой Нил. Это вот это, вот это моя жизнь. Вот это мой, да? А Бога, это когда получается. Говорит нам Моше всегда, нет. Смотрите в небо. Когда Всевышнему дает, он дает вам. Не переживайте. И во-вторых, живите по этому принципу. Вот это того, что Торо нам говорит об этом. Я хочу говорить еще одну тему. Это для меня очень важно, что мы еще одну тему будем коснуться. А потом закроем наш сегодняшний урок. Когда дочь фараон видит корзинку. Она вытаскивает ее из Нил. Сейчас не будем входить в детали, как это произошло. Видит, что это еврейский мальчик. И к ней подходит Юхевед, Мирьям. И говорит ей, может быть, вам предложится кормить, да, джинджика, которая может кормить грудью. Почему? Потому что Мошеда, написано Медлаж, не хотел кушать от египтянка. Почему? Он говорил, то есть его душа говорила об этом, что я должен буду говорить, со Всевышниму, и я буду есть кошельную пищу, которая кушала вот этого женщину. Он отказался. И поэтому Мирьям подошла и говорила, может быть, из еврейской женщины мы будем кормить его. И она соглашалась, позвали Юхевед, Юхевед его кормила. И тогда, что написано, когда видела фараон обратно к его дочке, видела Юхевед, Моше, к дочке фараона. Где-то написано, давай ищите. И взяла женщину, обладелся, и выкормила его. И вырос ребенок, и привела на русский фараон. Вираз? Это 90-я страница. Угу. Да. 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 Ва Игдала еле, и вырос ребенок. Ва ТВэйю ли вас порой? Ва Илолевен? Ва Тихош Мой Мойше, и она назвала его Моше, потому что она вытушила его из воды. Да. Следующий посылок. Почитайте. так как вы думаете когда она видела отдала сын дочь фараон сколько ему было лет почему 2 почему 12 когда она когда она по логике вещей когда читаем этого текст как 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 понять это когда передала ну когда закончился кушать а второй а второй а второй пасок это значит 10 когда это было в каком возрасте привела это значит на правило это не означает то я привел тебя к президенту начать что ты я поднял тебя как получилось привел второй пасок вот второй пасок это значит 10 почитайте извините извините одиннадцатый пасок одиннадцатый извините и в этих дней и моша взрослел и пошел посмотреть его братья это какие дни в этих дней какие дни какие сколько лет можно убить 13 14 20 30 40 сколько лет что будет понятно для того что мы начнем как-то какой-то образ понять разница между во наше восприятие возрасте и их восприятие к возрасте мы напоминаем что грифка ей было три года до мирям и только что говорили сегодня было пять лет сколько было мы наши когда он был переводчик семь лет семь лет бецалел который делал все инструменты для принесной храм сколько ему было 13 лет йоаш сын давид один из сыновья один из королей давида на дом давида семь лет 13 лет сколько лет было шломок когда он стал королем и такой умница был 12 лет то есть у них было по-другому восприятие жизни говорит говорит ребе ребе доказывает если смотрите в раши ребе ребе объясняет что раши говорит следующим образом что когда взрослел муж это означает когда юхэвет не могла найти уже отговорки дочь фараон не давать ребенок то есть он был достаточный маленький для того что отговориться поэтому раши говорит там что первый в десятом посуде когда он взрослел мошэ это выражение на святом языке воигдан и встал большой большой это значит в рост он стал большой то есть говорит говорит ребе что наверняка мы говорим о одиннадцать и двенадцать лет когда и действительно в мидраж мидраж раба шмот раба он говорит что в зале мошэ из дома его родителей в двенадцать лет двенадцать лет и в этот же день в этих дней приходит дочь фараон к ее папа и написано в раши что он стал как юсеф такой же должность управлять дом фараон и он стал еще раз большой что-то так стал большой большой чего объясняет раши большой тут идет а его должность он стал важный человек прошлый прошлый пасук десятый пасук он стал просто большой высокий а второе выражение он стал важный человек он стал большой то есть он стал большой он начал управлять дом дом фараон почему он он стал управлять дом фараон и не другого должности почему он стал большой управлять дом почему он стал большой и поставил его именно управлять дом фараон из той же причины по которым юсеф такой поставить его руководить людьми было невозможно людей обижали ну министры сказали ну что это за мальчик чего он должен быть старше нас а дом фараона это совершенно другой должность он кем управляет порядок дома покупки уборка вот таких вещах вот он отвечал за дом фараона мы видим еще про Моше когда рождается Моше написано что Йохебед увидел и он хороший где написано шхина где написано шхина где написано такое мы не говорим комментариями сейчас смотрим в текст что написано тут где это написано это второй пасук она стала беременная и рожала ребенок она видела что он хороший как это понять хороший объясняется есть два причины Раши приносит только один есть два в Медраже два причины первый что он был рожден обрезан а второй что она видела в него шхина Раши говорит что его отец раблевиц хокшнелсон который был у нас ровен не далеко от нас он объяснил он объяснил это следую он говорил что что один подчеркнил один подчеркивает что он рожден был обрезан а второй что он был у него была шхина это каждого из них выразил как была видна величина душа мошэ один из них когда говорит говорит раблевиц хок отец рэбэ по другому для того чтобы быть такой человек как мошэ должно быть идеальный человек так написано по мошэ что он был идеал человеческий образ идеал это означает что в одной сторону он был совершенен сколько человек может быть совершенен и второй что он был полностью способности передавать Богом люди поэтому один говорит что он был даже обрезан физически не надо было чинить ничего в них или в выражении кабале как отец рабета говорил он был атрибут ясод в мир ацерут второй говорит что она видела в него шхина шхина это всегда атрибут манхут который идет спускаться к сотворении называется той стороне вниз идет сотворять люди сотворение поэтому она видела в него шхина как он может спуститься к людьми говорит добавить к этому объяснение что того что мы видим который говорит раби юда пенилой что он первый стал в рост а потом стал важный он говорит о состояние мошэ посередина между атрибут ясод и атрибут манхут это манхут которая замкнута в себе в мир целут там есть оба идеали полностью достижение максимальное достижение мошэ и полностью подготовка отдавать себе другим другим манхут